Хайнаньская авиакомпания является крупнейшей частной компанией в Китае, занимающейся авиаперевозками. Авиаперевозчик был создан в 1989 году под названием Hainan Providence Airlines. Штаб-квартира компании находится в городе Хайкоу, Хайнаньский район. Hainan Airlines проделала путь от маленького местного перевозчика до авиакомпании международного класса. Она считается четвертой крупнейшей авиакомпанией Китая, учитывая и государственные авиалинии. Компания в 2011 году впервые получила от рейтингового агентства SkyTrack S 5-звездочную оценку, что является наивысшим баллом, таким знаком отличия награждались лишь 7 авиакомпаний мира. Авиаперевозчик удерживает эту позицию уже 7 лет подряд. Также компания удостоена первого места в номинациях «Лучшая авиакомпания Китая» и «Лучший персонал в Китае» Хайнань авиалинии входит в десятку самых безопасных авиаперевозчиков мира. На счету авиакомпании более 5 миллионов часов безопасного полета. Подробная информация доступна на наофициальном сайте на русском Hinen Airlines. Регистрацию можно пройти на сайте авиакомпании, указав свою фамилию, обязательно латинскими буквами, номер телефона и тип регистрируемого документа, по такому же типу можно проверить свое бронирование. К тому же предоставляется возможность бронировать обычное место, место с дополнительным пространством для ног. На сайте можно забронировать отель на время поездки или просто оценить цены на проживание. Сайт частично на русском языке, но встречаются статьи также на английском. Имеется также официальный сайт «Хайнаньских авиалиний» на русском языке. Японские авиалинии и официальный сайт на русском компания берет на себя полную ответственность и возмещает убытки в случае, когда с пассажиром произошел несчастный случай, а также при утерии порчи багажа и ручной клади пассажира, если это связано с ошибочной деятельностью персонала авиакомпании. На борту самолета запрещено курить и использовать радиоаппаратуру, мобильные телефоны и т.д. Запрет не включает в себя кардиостимуляторы и слуховые аппараты. Корейские авиалинии и официальный сайт на русском вес ручной клади на одного человека не должен превышать 10 кг по правилам авиакомпании. А масса провозимого багажа делится на три пункта, пассажиры первого класса – не более 40 кг, пассажиры бизнес-класса – не более 30 кг, пассажиры эконом-класса – не более 20 кг. Обратите внимание, в случае превышения бесплатной нормы веса багажа разрешается перевозка при условии доплаты. При обычных условиях с каждого кг багажа будет взиматься плата в размере 1,5% от самой высокой цены на билет. При полете продолжительностью около 3 часов в эконом-классе питание включает в себя салат, основное блюдо, а также различные десерты. А уже на более длинных путях, время которых превышает 7 часов, пассажирам авиакомпания как минимум предлагает двухразовое питание. Авиакомпания Иберия официальный сайт на русском предоставляется выбор из трех блюд, два блюда китайской кухни и одно – западной. Питание состоит из аперитива, десерта, основного блюда и набора сырков. Также за два часа до посадки пассажирам предлагается второе питание. Оно может меняться в зависимости от времени суток. На заметку. Также предоставляются различные напитки и небольшие закуски. Пассажирам первого и бизнес-класса предоставляется возможность выбора различных вин. Для самых маленьких пассажиров авиакомпания предоставляет люльки, специальное питание, а также дополнительные услуги. Стоимость билета для младенца составляет 10% от цены на билет взрослого, при этом отдельное место для ребенка не предоставляется. Заказ люльки и детского питания проводится заранее. Для детей, которые путешествуют самостоятельно, их возраст должен превышать 5 лет, предоставляется услуга «Сопровождение в полете». Эта услуга также включает помощь при прохождении регистрации. На борту самолета ребенку будут предоставлены различные детские игры, фильмы и песни. Обратите внимание. Важное правило компании «Встречающий человек должен иметь при себе телефон с указанным на табличке номером прибывающего пассажира, а также необходимые документы». После того, как авиакомпания удостоверится в личности встречающего, она передаст ребенка в его руки. На борту можно провозить одну складную детскую коляску или люльку. Коляску можно перевозить в салоне, если ее размеры не превышают 0,2 умножить на 0,4. Х 0,55 метра, а вес не превышает 5 кг. Если коляска превышает норму, ее можно будет бесплатно сдать в багаж с пометкой «Приоритетная обработка». Если пассажир путешествует с ребенком младше 5 лет, то она сможет получить бесплатный приоритет при регистрации. В праздничные дни на борту проходят специальные развлекательные мероприятия для детей. Кроме того, на борту существуют развлекательные программы, чтобы дети не заскучали во время перелета. Важно, от 2 до 12 лет стоимость билета будет составлять 50% от цены на взрослый билет. Пожилым пассажирам компания может предоставить закуски с низким содержанием соли, которые нужно заказать при бронировании билета. Также можно заказать инвалидную коляску как для перевоза по аэропорту, так и на борту. Для пожилых людей, путешествующих в одиночку, по месту прибытия сотрудник может проводить до встречающего лица. А в самолете будет оказана любая необходимая помощь. Разрешается перевозка маленьких домашних животных. Ими считаются кошки и собаки. На борт нельзя брать с собой животных, которые способны навредить человеку, а также необычных и диких зверей. Важно, пассажир обязан поместить животное в прочный контейнер и предоставить все необходимые документы о состоянии здоровья животного. Хозяин несет полную ответственность за своего питомца как перед авиакомпанией, так и перед другими пассажирами. Средний возраст самолетов составляет 5 лет. Хайнаньские авиалинии владеют двумя типами самолетов – Airbus и Boeing. Всего в эксплуатации авиакомпании насчитывается около 178 судов. Самым популярным видом считается Boeing 737,8. Их количество равняется 128 штук. Одним из новых приобретений компании является Boeing 787-9. Главным пунктом авиакомпании является международный аэропорт Хайкоу, площадь которого составляет более 60 тысяч квадратных метров, с численностью персонала в 565 год человек. Также используется пекинский аэропорт Шауду, являющийся крупнейшим аэропортом Пекина. В аэропортах имеется возможность посещения вип-залов. Авиакомпания Хайнань осуществляет как внутри китайские рейсы, так и международные авиаперевозки. Хайнань авиалинии заключили множество договоров с иностранными авиакомпаниями, такими как American Airlines, Брюссель Airlines, ETH Airways, EVA Air, Hong Kong Airlines, Hong Kong Express Airways, Korean Air, S7 Airlines, Россия, UniAir и многие другие. Благодаря этому авиакомпания предоставляет перелет во множество различных городов. На ее счету более 500 направлений, основные из которых включают в себя перевозку в Европу и Юго-Восточную Азию. Основными направлениями считаются Москва, Тиват, Санкт-Петербург, Бангкок, Сеул, Иркутск. Бонусная программа заключается в накоплении милей. Они приобретаются при использовании одной из компаний, Хайнаньские авиалинии, Хайнаньские авиалинии, авиалинии Гранд Чайна, Авиалинии, Луки и Иртендзиньские авиалинии, Капитальные авиалинии, Синганских авиалиний. Чем длиннее будет перелет, тем больше баллов можно получить. Для вступления в бонусную программу Fortune Wings необходимо пройти регистрацию. Это можно осуществить на веб-сайте H.U. авиакомпании. Впоследствии полученные мили обмениваются на бесплатный авиабилет или бесплатное повышение своего уровня на борту самолета. Также благодаря компаниям-партнерам можно получить подарки, различные товары для здоровья и отдыха, кожаные чемоданы, модные аксессуары, косметические средства, электроприборы и товары для дома. На борту предоставляются фильмы, телевидение, аудиотреки и различные игры. К сожалению, пользовательский интерфейс недоступен на русском языке. Аудио включает в себя более 30 радиостанций, а также 200 компакт-дисков. На борту имеются интерактивные игры. Каждый пассажир имеет собственный дисплей. Также в развлечения входит подборка журналов на разнообразные и различные темы. Hainan Airlines – безопасный и комфортабельный авиаперевозчик, уделяющий внимание своим пассажирам.